Доброе время суток, друзья! С вами канал Прохождение с Михаилом И мы продолжаем играть в модификацию Сталкер, сезон, катастрофа, агрессия, вибрид Сегодня нам, нашей задачей является сопроводить вот эту вот мадам, карьеру Карьер находится здесь И похоронять ее от нечисти, всякой разной, что там непосредственно вводится Девка, девка Че ты вообще в зоне забыла, девка, а? Че ты вообще в зоне, девка, забыла, а? Че ты в зоне забыла? Я нервный сталкер Психика мне зону потрепала Простите, если что Когда выдвигаемся? Подвигаемся прямо сейчас! Вы готовы? Да Тогда не будем терять время Идемте На, подходите Что у вас? У меня ничего Ты долго на месте будешь стоять? А? Ой, какое дегенератское задание взял Блять Это, это, это Пошла нахуй Сама до карьеры дойдешь тогда Сама до карьеры дойдешь Ничего страшного Я у тебя на месте подожду Играть Задание провалено Вы че, шлюхи, блять С кохера оно, блять Провалено-то стало Из-за того, что эта шлюха не пошла Да Да-да, я слушаю Я ее... Я ее... как настоящую женщину более часа тут ждал наверное сейф нахуй я пожалуй калаш возьму да пошел ты нахуй сука не до тебя уже блять я уже не монстров а ее боюсь тушу за тушу за мрази я сам их боюсь лол блин все бы ничего если бы игра не фризила ну как будто то что это нормально это уже клинит плят да я тебе не могу так снимать ты чё шлюха блять я не к ней уже к игре может и не поменьше будешь лагать ты и фризить а блять ну какая какое говно не оптимизировано прямо не могу квакает там еще кто-то блять по минуте наверное фризы чё пидора ты издеваешься надо мной сейчас или игру стоит перезагрузить у нас таких фризов не было пошел нахуй пидорас я игру ребят перезагружаю пошел пидорас нахуй тупо меня микроинсульт друзья надеюсь вы не обессудьте если они ложки помолчу ну фриз дальше инсульт прошел уже кстати вообще поначалу подумал и кроме я не хотел я не хотел так я не помню как там приписывалась но мертвая женщина еще там 40 минут женщина или сколько ну тут и и тут и минуты трех минут не прошло так что простите меня я наверно в ад попаду на сбылась мечта сталкера я за этим сюда и шел ай ло в юй ай ло в ю rated b управляем а ты чё мужик и и убил их и сам застрелился ну бывшей кули пда снайпера пда с паролем замеры вернуться герману билочь just run just run это значит как скрипту у собак там мертвых не мертвых этих слепых это тоже самое то есть они до определенного места бегут и разворачиваются этот догонялки со мной играет муж помощнее оружие взять ну нафиг его лучше сейчас постараюсь убить коль возможности можем в аномалию завести у меня так сука фризис что я сейчас себя в аномалию заведу сюда пришли Ебать! Кошки! Смерть пришла! Что это за молот? Я не сдамся! Я убью их! Блять! Это мразь-то бежит? Это мразь-то бежит! Она ранена! Она ранена! Все! Есть такое дело! Фух, сейф сразу! Да ну! Лучше биг сейф! Через меню! Куда-нибудь сюда! Что за говно это было? Кто это? Ну блин, конечно, я все понимаю, но не 2,7 оценка данную моду. Разработчик даже запарился мутантов новых надобавлял. Нет, может они позаимствованы откуда-то, но все же! Ебать, я обосрался! Пиздец! Ладно, ребят, мы идем мы к Герману. Чтоб быстрее было, я тут остановлюсь и включимся уже непосредственно, когда Герману дойдем. Мужик, прости! Да-да, я слушаю! Я не хотел! Я не знаю, как я это скажу. Профессор! Почему один? А где Алиса? Извините, проф! В карьере нас ждал снайпер. Алиса погибла. Черт! Но кому вы понадобились? А где снайпер? Вы не пытались его нейтрализировать? Снайпер ушел. Очевидно, поняв, что меня ему не достать. Это просто катастрофа! Идите, сталкер, с глаз долой. Я сейчас побуду один. А, ну, видимо, ты ее тоже ебал. Как и снайпер. Простите. Так, ладно. Блин, ладно. Я не знаю. На этом серии мы, наверное, закончим. Она сегодня получилась небольшая. Хотя нет у нас еще... Подождите. А, еще вот. В резервном тайнике лежит ПДА, с помощью которого можно будет взломать ПДА снайпер. Давайте все-таки закончим этот квест. Взломаем ПДА снайпер и на этом закончим. Что же я могу сказать насчет этой серии? То есть, насчет всего произошедшего. Я только одно, ребят, не понял. Мы снайпера-то мертвым нашли. То есть, это он сам застрелился? Или его кто-то под шумок убил? Может, даже и то чудище, которое... Которое чуть нас так и не убило. Потому что второго выстрела я не слышал. Скорее всего, его чудище что-то убило. Да. Ну, почему мы так эту лешку снайпера легко пошли проверять? Он же нас застрелить в любой момент мог. Я вот этого тоже не понял. Короче, ребят, сейчас все узнаем. Пошлите до карьера. Сейчас я снова отключусь и встретимся уже, когда идем до места. Короче... Короче, ребят, я пошли... Почти дошел. И на меня напало... Нет, на меня никто не напал. Я почти дошел и... Вы можете заметить, как все поменялось. Видимо, на зону опустился какой-то туман беспроцветный. Потому что вот. Как оно все без ПНВ выглядит. Видео, конечно, при монтаже осветляю. Об этом уже не раз говорил. Да они где-то здесь находятся. Мне кажется, как в оригинальном ЗФ. Блять! Ну, тихо! Да не кусайтесь, подождите. Они за мной не полезут. Все, смерть пришла, мой вдох. Или не пришла. Подожди, подожди, я не хочу переигрывать. У меня, кстати, опять завылетала игра. Есть такое дело, все. Уже меня мрази не достанут. Кстати, у меня опять завылетала игра. После каждого своего этого самого. После каждого вот этой перезагрузки. Короче, вы поняли. Опять вылеты сплошные. Ну, тут не игра виновата, а конфликт именно. Программы записи и непосредственно самой игры. Так, это... Да-да-да-да-да, это здесь где-то. Слушай, не прогадал я. Ну, разумно догадаться было. Так, а кстати, мы все умрем или мы не умираем? Тут просто что-то как-то все плохо. Так, или я рано радуюсь. А, нет, не рано радуюсь. Вот, ПДА, универсальный ПДА, на который установлен... Давайте дочитаем уже. Вроде здоровье не так сильно в минус идет. Универсальный ПДА, на который установлены новейшие программы для различных видов поиска диверсионной деятельности. Нифига себе, наш главный игрок какой. Задам не обновлено. Идентификация взломать ПДА снайпера. Так, ну здесь мы его изломаем, я только вот немножко вот эту аномальную зону покину. Так, ну здесь нормально, да? Относительно да. Относительно нормально. Так, тут засейвимся мы. Что-то, ребята, мне как-то страшно здесь находиться. Ну ладно, ну все же. Так, использовать его, да, надо? Все, игра вылетала, нет. Начать подборку пароля? Что? Процесс... А, все. Индификация, активировать систему поиска ПДА. Я не особо понял. Радиус поиска. Ну, ПДА-то у меня в кармане, так что, давайте 5 метров. А, тут КМН, давайте 1 километр. Все. Нифига себе, я уныв себя почувствовал. Впервые за 100 лет. Так. В чем, инфу-то где искать? КПК военного. КПК Соболь-2. Так, а где КПК наемника-то вот этот? Да, смотри. Разблокировали же, смотри. В ПДА сохранились всего 2 сообщения. Одно за полчаса до покушения в карьере. Твоя цель, сталкер, что будет вместе с Яйцеголовой. Девку не трогай, сталкера в расход. Заберешь у него покаль и возвращайся в лагерь. Мы будем ждать. Вот, сука, я так и думал, что главный герой виноват. Ну, точнее я, что девка-то погибла. Я думал, ты бывший мстить пришел. А тут, оказывается, видимо, в нас с целью просто промахнулись. И второе. Через 15 минут после смерти киллера, как раз тогда, когда я вернулся... А, вот. И второе. Через 15 минут после смерти киллера, как раз тогда, когда я вернулся в бункер. Черт, что у тебя происходит? Цель жива? Ты куда пропал? Если тебя через полчаса не будет в лагере, уходим без тебя. Поторопись. Значит, все-таки, сука... Все-таки, ребят, меня заказали. На этой вот грустной ноте мы закончим. Я-то думал, блин, все-таки... Я тут ни при чем до последнего. Так, идентификация нейтрализовать наемников. А, ну... Они, кстати, ко мне идут. Если там боевая группа, то вряд ли получится взять кого-то живым. Единственное, выход убить. Блин, ребят, я уже десятый раз хочу серию закончить, но, видимо, не судьба. Давайте этот квест-то завершим. Я-то думал, вы это все. А еще у нас задание убить наемников, и, судя по всему, они ко мне идут. По крайней мере, мне так кажется. Ребят, давайте включимся, когда я уже буду непосредственно рядом с наемниками. И там их убьем, и этот выпуск сегодняшний уже завершим. Сейчас непосредственно все работает. Вот каждый раз вот так. Ребята, что я сейчас за кадром говорил? Я заснял на телефонное видео, как это у меня все вылетает. Кому интересно, в конце видео я вставлю этот фрагмент. Что же могу сказать? Мы дошли до наемников. Ничего абсолютно не видно. Но у меня... Ну, у меня, в принципе... Ну, я не знаю, не особо мощное оружие. Хотя у меня еще и винтовка есть. Блин, ну... Из нее там и точно нормально не постреляем. Давайте лучше вот так вот сделаем. Да, и попробуем как-то начать. Просто... Если меня сейчас убьют, и мне... У меня опять все вылетит, и придется мне не сладко. Я в конце ролика вставлю видео, как у меня все вылетает, и вы посмотрите. Блин, вот... Они нас не видят. Это прекрасно. Это ли несчастье, друзья? Что они нас не видят? Ага, сука, видят. Давайте я оружие сменю. Все-таки оно мощнее будет. Вот это. 5.56, которое стреляет патрон калибром, чем 9 на... 19. Кобздец! Как воевать? Как воевать? Мне не видно ни хера. Можно было их, конечно, попозже зарашивать, но так не особо реалистично. Хочется сделать все и сразу. Блядь, подожди. Может укрытие поискать? А! Они не со мной воюют! На них... На них свобода напала какая-то? Ну, в оригинале тут свобода была. А! Зомби на них напали! Ну, тоже враги, но... Ну, нам-то что? Нам-то в плюс. Сейв, ребята, на этой ноте. Подожди, или это... Это наемники? Точно наемники? А то я сейчас каких-нибудь своих переколочу. Блядь, меня сейчас убьют, но я засейвился, если что. Блядь! Да как я тебя не убил, мужик? Блядь! Да как так? Подожди, подожди, не умирай! Я, может, как-нибудь с ножа попробую. Где? Где вы? Все! Смерть пришла в мой дом! Ребят, я просто не хочу... Я бы порисковал сейчас, просто... Я выложу в конце ролика... В конце ролика я выложу видео, что будет... Что происходит после каждой перезагрузки и каждой смерти непосредственно. Поскольку у меня в часов игра загружается. Чтоб мы не думали, что все так легко. Я из-за этого и боюсь умирать в этой игре. Сука, ну пидарас, ебаный! Мне за тебя сейчас игра вылетит опять! Пидор ебаный! Все, хотя бы одного сняли. Сейв. Так, ну у меня пока место есть в рюкзаке. Так, если там боевая группа, то вряд ли получится взять кого-то живым и идти свой выход убить. Так, а... А что ты тут забыл-то, мужик? Это я точно наемника убил? Да, наемник. Так, а что у тебя там с ПДА? Тоже зашифрованный? ПДА снайпера. ПДА разводящего, да, зашифрованный. Но мы потом его вскроем. Мы его, ребят, потом вскроем. Что ж, ребят, я, наверное, пойду. Встретимся уже непосредственно на месте. Ребят, добрался я до их базы. Непосредственно попробуем их чехс убить. Если нас сейчас, ребят, убьют, я сразу скажу, я их тогда за кадром убью и мы уже там включимся с вами. Потому что терпеть каждый вылет уже не представляется возможным. Так, они, надеюсь, здесь. Да, они здесь. Они где, все-таки? Они где-то рядом или они внутри строения? Ну, да, наверное, все-таки они внутри здания. Ну, это хорошо. Это нам удобнее. Это нам на руку. Так вот, давайте, наверное, оружие все-таки возьмем. Вот так вот, наверное, сделаем. Потому что оно более мощно бьет. Ну, что, ребят? Рашем, что ли? Да-да, они где-то здесь. Когда я сюда пришел и был вылет, они стояли у ворота. А сейчас они в здании непосредственно само. Ну, это нам же в плюс. Я их сейчас размолочу хэдшотами. Я тут в кэсочку. Го, которая повадился играть. Я тут нормально хэдшотиками владею. Блядь, не на карте, либо сейчас. Где они? Вы кого-то, ребят, видите? Слушай, а может, они вообще не здесь? Слушай, так они вообще, что ли, не здесь? Сука, они... Блядь! А нет, они тут! Их тут бюро... Да не тут, они убегают! Они убегают! Их тут бюро расстреливают! Вы... Вы видели? Блядь, это же мне как здесь повезло. Сейчас бюро убьют. Или меня убьют. Мужик, постой! Да, я в тебя хотя бы один раз шмальну! Блядь! Слушай! Это баг, ребят, это баг! Мне повезло! Сейв! Это баг! Вы видели? Я уверен был, что они вот, ну... Не в этом бункере, а... Тем более, значок показывает, что они где-то вверху. А они тут их отспавнило, и они... Видите, слышите? Их какой-то мутант убивает. Я сначала... Блядь, он его убьет? Или тот бессмертный, пока я... Блин, я не знаю. Я... Есть! Есть! Все, за нас уже работу мутант сделал. Блин, я сначала думал, это мутант пробежал, а это наемники оказались. Ух и мрази уматываю. Повезло же мне, однако. Федя сопля какой-то. Так, у нас что-то с лишним весом проблема, но я пока ничего отсюда не собираюсь убирать. Даже вот это... Кстати, это раз... Слушай, это разные винтовки. G36, а это... Это тоже G36S. Слушай, так это получше будет, нет? Моей G36. Слушай, может быть. Ладно, я потом за кадром, если что, потестирую их. Да, так это, мне кажется, получше G36-то будет. Вообще, ребят, кто не знал, я любитель G36 в Зов Припяти. Блядь, так это-то, может, лучше моей даже будет. Офигеть. Я-то думал, это разработчик ее такой неудобный сделал. А вот настоящая-то у меня в руках сейчас настоящая-то. Офигеть, друзья. Вот как-то так. Блин, не знаю, сегодня, наверное, серия выйдет на 30 минут аж. Но все же. Ребят, от большей части противников мы избавились. Осталось вот этого бюрера убить. Но я знаю, что он убивается хорошо ножом. Мужик, 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 сука. Мужик, мужик, пожалуйста, 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 сука. У меня игра сейчас опять вылетит. Блядь. Короче, ребята, за кадром их убил, чтобы вы понимали, наверное, с десятой попытки, как минимум. Их тут двое было бюреров. Это пиздец. Из-за вылетов, конечно, я не показал эту эпичную битву. Эпичный трехэтажный мат и прочую. Эту самую. Короче, ребят, я устал. Давайте эту серию закончим сейчас. Возьмем у наемника. Так, я сейчас проверю, все ли оружие я взял, потому что у меня бюрер все оружие буквально. Я все гранаты потратил, я все оружие раскидал. Я сейчас еще за кадром бегал, каждую пушечку искал. Давайте все это дело перезарядим по-быстренькому. Уже кончим этот квест. Я надеюсь, кончим этот квест. Ну, наверное, легче бы мне наемников было убить, чем этих бюреров. Хотя, я не знаю. Так, вот этот у них самый главный. Но нам повезло, что их бюреры убили, да? Так, я не понял. Это что, не все еще? Зломать ПДА командира. Ну, задание у нас, взломать ПДА командира. Так, я у них, ребят, я вот только сейчас их заметил, когда запись начал. За кадром я только бюреров убил. Лол, вы понимаете, в чем прикол? Можно этих мразей не убивать было, сюда не идти с бюрами, не сражаться, а просто взломать ПДА и квест бы засчитали нам. Получается, сейчас, когда мы всех убили, когда все наемники мертвы, сработал скрипт на дальнейшее задание. А так, в принципе, я вот никакие ПДА не находил. Я находил ПДА, но еще в самом начале, еще до этой всей бойни, где-то вот здесь, у карьера. Так это, может, сюда не идти было, грубо говоря. Единственное, чтобы вот эти наемники бы живы остались. Да, короче, вы поняли, да, о чем я имею в виду? Тут, ребят, полностью... Ну, я высветлю это все, но без ПНВ находиться невозможно. Давайте здесь закончим. Зломаю сейчас по-быстренькому ПДА. Вот он где-то, ПДА разводящего называется, использовать. Значит, подборка пароля, выход, радиус, наверное, да? А нет, радиус никакой не нужен нам. Так, давайте прочитаем и на этом закончим. Так, куда он улетучился-то? Вот этот? ПДА разводящего. В ПДА остались сообщения снайперу, еще одно. Если тебе все еще нужна информация, жду. Поторопись, координаты выслала. Выслала? Выслала? А это уже интересно. Так, у нас, ребят, квест идентификации. Прийти на встречу с неизвестным. Это все мы, это нам нужно на Юпитер непосредственно. В последнем сообщении, некто сообщает лидеру наемников о необходимости встретиться. Координату прилагается, необходимо сходить на встречу с неизвестным. Возможно, это посредник. А возможно, это та, за которой наш главный герой и пришел в зону. Я особо сюжет тут из-за бомбежа и приколов, я тебя-то не особо понимаю. Но все-таки чуть-чуть-чуть-то что-то тут запомнил, что нам разработчик подать хотел. В общем, ребят, продолжим это в следующей серии. С вами был канал прохождения с Михаилом. Серия и так уже сегодня затянулась. Всем удачи, всем пока. Ставь лайк, если понравилась данная модификация. И до скорого включения. Пока, мой друг. Так вот, ребят, я дошел до места, где нам нужно убить наемников. И сейчас я нажимаю кнопку записи F3. И мы продолжаем с вами играть в эту игру. Вот. Вот, ребят. Вот. Вот. И каждый раз так вот, представляете, насколько мне обидно. Каждый раз вот так вот. Что-то стараешься, делаешь, у тебя все вылетает. Сейчас, ребят, мы сделаем вот так вот. Бандикам выключим. Ну, можно, конечно, другую программу использовать для записи, но... Мне кажется, вряд ли Бандикам виноват. Но все же, ребят, и каждый раз так вот. Просто посмотрите, сколько это по времени. Не знаю, почему у нас все резко восстановилось в прошлой серии. Но, по крайней мере, вот как-то так это все делается. Просто посмотрите, сколько это по времени занимает. И как... И после каждой смерти каждый раз вот так. И тоже вот не особо вот приятно. Блин, я не знаю, почему. Ну, просто посмотрите. Вот в прошлой серии я телефон только достал вам это все записать. У меня все заработало. Ой, не в прошлой серии, а уже позапрошлой. Вот просто посмотрите, вот что вот приходится делать. Чтобы это все работать начало. Сколько это по времени. И каждый раз, после каждой смерти вот так вот. Я это видео сегодня вставлю. После каждой смерти вот такая вот картинка. Ну, просто посмотрите, сколько времени это занимает. Потому что, ну, чтобы там не писали, что бомбишь, что у тебя там. Ну, вот, вот и вот, вот что. После каждой смерти вот так вот, ребят, приходится мне этот мод снимать. Я не знаю, в чем проблема. Это не со всеми приложениями. Это вот именно с некоторыми модификациями на сталкер. Ну, просто вот, вот, все. Так, а у нас еще, вот, смотри, какая проблема из-за того, что оконный режим. Вот, все. Все, бандикам появился. Можно, можно начинать. Можно начинать. Ну, и сейчас непосредственно все работает. Вот, каждый раз вот так. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok